юникей 23 года новая машина пришла из китая ну ладно окей но некоторым мужикам не нравится и они такие я чего там из этих что ли короче кто кого повторяющие ничего не понятно вот корейцам надо вот поучиться я тут немножечко прячу чтобы меня никто не увидел что я на китайцы еду блин нифига как устарела тачка но я бы зал бы китайцы ребят привет сегодня у нас кратенький обзор на юники и 23 года новая машина пришла из китая наконец-таки пришла скажу потому что автомобили из китая очень часто пересекают границу и сразу же уезжают напрямую в какой-либо город нашему клиенту они живут там саратов и казани краснодар и другие города россии поэтому чтобы машина добралась до владеостока это равно она поедет куда-то в камсу там хабаровс благовещенск и другие города поэтому сегодня у нас обзор этой машины в россии которая вот сейчас прошла сертификацию и будет отдана буквально через пару дней клиент поэтому давайте быстренько взглянем что за опция и вообще что это за фрукт такой ченган юники а эта машина вторая по популярности среди автомобилей из китая на первом месте джилиманджара и давайте посмотрим чем они отличаются и вообще что прикупить в районе трех вы на миллионов рублей ченган юники это самая топовая модель в линейке юни то есть она дороже чем там юни ви юниты и по габаритам по всем опциям по мотору по разнообразию всяких опций например 21 колеса эта машина реально метит самую топовую вообще наверное принципе у ченгана и пересекаются по крутости по опциям только с таким моделями у ченгана как с тоже знакомые россиянам модель очень популярная вообще в принципе по всем странам это китай казахстан саудовская аравия эмираты россия это те стран в которых продается эта модель была продана семьдесят восемь с половиной тысяч экземпляров то есть это достаточно таки популярным машинам да и вообще ченган красавчики они входят в топ 5 популярных брендов потом численности сотрудников всяким технологиям капитализации то есть это прям серьезная компания которая участвует своими деньжатами в создании там электрокаров допустим они участвуют своим капиталом своими разработками в таком бренде как аватар аватар 11 это модель которая создана ченганом с этлом и huawei вот в общем это на самом деле очень крутые ребята давайте глянем на дизайн этого все-таки футуристичного очень агрессивного кроссовера который но вот прям если бы не появились лексуса rx и примерно с таким дизайном а есть ли кто-то вдохновлялся либо лексус либо ченган друг другом кто у кого я думаю ну конечно же ченган потому что китайцы сами признаются но мы как бы мы вдохновлены и это там можно увидеть в зикре в их маркетинговых материалах официально то что они вдохновлялись по номерой допустим как зикро 001 вот здесь же решетка передняя то есть мне абсолютно напоминает веяние у rx а самого свежего от 22 года итак смотрите у нас тут y-образные ходовые огни фары все в принципе выглядит современно ну как бы знаете когда ты все-таки привыкаешь допустим вот решетки такие да там ну какие-нибудь с линиями либо с веретеном немножечко все-таки как бы бросается в глаза вот подобные соты ты такой ну ладно окей я думаю дело времени все-таки сейчас подтянутся еще там амода до делает тоже подобный дизайн там ченган сейчас приживется здесь вот это у нас это у нас камеры там безопасности парктроники и мы сейчас поговорим здесь не автопилот но что-то подобное реализовано вот и вот эти вот два пятна черных это камеры которые собственно говоря смотрят вперед окей пойдем дальше у нас здесь камеры 360 здесь вот у нас в ухе темно-серый цвет один из самых популярных и самый бюджетный цвета наверное белые машины стоит белом цвете вообще по низу рынка независимости от комплектации и темно-серый еще знаете там есть такой серо-голубой он тоже очень популярен но как-то в россии я их не особо видел даже москве вот и темно-серый мокрый асфальт и это просто топ вы и вообще наверное во всех машинах те же самые манджары все-таки в топе это изумруд но некоторым мужикам не нравится и не такие я чего там из этих что ли давайте мне что-нибудь мужское черное либо темно-серый вот а так изумруд очень классный цвет у манджар и пользуется популярность на второе место поставлю по популярности мокрый асфальт смотрите на что хочу обратить внимание пришла резина ханкук то есть не китайская я езжу на китайской резине то есть я и зиму и лето и на edge cruiser и но грязевая резина у меня и кагама но сейчас и когда мы ушла с рынка то есть и там сейчас там 4 баллона новых грязевых там стоит там типа сто пятьдесят тысяч рублей а стоили семьдесят ну то есть x2 сразу я поставлю китай приходит китайская тачка новая и она на корейской резине ханкук там у тебя приходит тоже там ноги покруче машины там стать пирелли только что ну то есть они как бы но какие-нибудь до формы трианглы не приходят представляете но это просто очень интересно почему вся машина у тебя китайская машина но у тебя такой расходе как резина они но что-то там но ханкук очень часто будет встречаться если но вы там смотрите обзоры там есть обзорщики показывают в общем триангла ты не найдешь окей идем далее ручки взяты с рэнджика такие вот выдвигаешься тоже много там они перемерзают они то несет да это можно найти в любой машине так вот работает и кстати говоря подобные вообще технология дизайн ручек она будет встречаться на очень многих автомобилях вот там последним снимали зикор все то же самое мне нравится не знаю как перемерзая все зависит от региона там сколько у вас осадка выпадает там ледяные дожди у нас один был все владивосток сразу же считаю там город с ледяными дождями постоянно идущими не знаю мне кажется удалось так и вообще не будет проблем использования так у нас здесь shadow line как называет бмв то есть у нас интима здесь нет хрома все тонировано точнее он такой очень темный вот и не придется давать ребятам detailing платить деньжат чтобы вам убрали chrome так но сзади у нас это porsche просто unique avd так но вот это мы срезаем но это как бы рекомендация сразу и все срезают стиле кстати смотрится лога буква в так у нас смотрите у нас здесь что-то как углепластик у нас здесь такие вот накладочки выхлоп по два сплава с каждой стороны большая бочка сзади так окей парктроники камера у нас здесь сенсорное открытие багажника моего чуть попозже посмотрим тоже везде черный стиль ну и в принципе все то есть какие-то вот такие вот спортивные просто декоративные воздухозабора вот здесь ничего нету у нас здесь панорамная крыша с люком открываешь потому что есть панорамы не но без открытия допустим том же зикре там в том же беде сил там у других машинах вот здесь класс люк открывается ну по дизайну что я поставлю но твердую четверку все-таки современно дерзко и что-то за кем-то повторять там допустим вот там за манжарой там за а моды а мода я думаю повторяя зачем гамм короче кто у кого повторяющий ничего не понятно в итоге они идут своим путем сделали вот эти вот соты спереди они сделали парше сзади сделали вот такой вот спойлер тачка притягивает внимание мне интересно всегда смотреть и я даже сейчас ехал по алтаю я встречал ченганов юникеев и я даже не то что-то очень гаммы же продано ты как продавец авто ты как бы тоже обращаешь внимание что едет но там просто мне притягивать дизайн о фары интересные говорят о передняя часть какая-то интересного это модуль бачинга ну то есть это притягивает знаете вот это вот как бы современный дерзкий дизайн плюсом еще ходовые огни красиво горящая оптика ты такой вау это знаете это тоже как у бмв светящаяся решетка она притягивает внимание вот и эта тачка притягивает внимание и оптикой и смелым дизайном и уже привычными нам как у других брендов какими-то линиями моностопами в общем за дизайн ставлю 4 из 5 до очковки окей давайте посмотрим что он с салоне в китайских авто никогда не идет ковриков и они не предлагают эту опцию в общем короче коврики на вас да подарок дают ну в общем как повезет ладно ковры это вообще не суть тем более заводские ковры я думаю они никогда не переживаются всегда на что-то меняешь тем более сейчас производители делают просто вау какие коврики сторонние и так что хочется сказать первое бросается руль в глаза он необычный он маленький он такой как джойстик здесь ряд мониторов планы и запустим попозже давайте пока посмотрим на панели пластик сделаны под кожу под строчку здесь глянцевая одна полоса все остальное матовая шероховатая не будет оставаться царапин вот такие вот под кожу верная карта которая не проминается как в тойоте вот здесь вот китайцы любят делать металлические обычно вот эти вот заглушки колонок здесь она пластиковая смотрите здесь sony 7 динамиков у них есть версия на 14 динамиков то есть у них пищалочки в подголовниках но это доступно только в переднеприводных версиях в полноприводных вот здесь у нас полноприводная версия на 236 сил и здесь к сожалению всего лишь 7 динамиков от sony и ты даже опции не можешь себе купить ну типа полную версию аудиосистемы sony но можешь докупить себе 21 колеса память сидений ручка пластиковая не алюминиевая так много дисплеев у нас здесь вот такой двухэтажный консоль там центральная мне вообще подобное решение очень нравится юсб порт прикуриватель на 12 потом у нас здесь вот зарядка телефона можно положить давайте включим зажигание кстати можно закрыть всем там заряжается так дисплей единственного к этому вот к этому решению у меня вопросы то есть если бы я был пониже ростом у меня ну то есть либо мне сидушку поднимать потому что я не вижу часть дисплея то есть мне не видно сколько у меня бензина вот его здесь тем более маловато там температура мотора и прочее она для меня скрыто если я был бы ниже ростиком вот и вот это вот немножко единственное к чему у меня замечание так вообще офигенно там тем более мы здесь видим все опции да вот посмотрите вот здесь вот там навигация здесь не требуется проекция кать на лобоуху потому что у тебя вот он может сказать проекция у тебя приборка не вот здесь не за рулем и ты перек не перекрываешь ее у себя проекция про уровня я так назову дисплейчик показывающий сколько у вас в колесах закачано и эта опция там допустим там в 1x ах в rx ах там в лексусах она есть и тому тойот еще надо поискать подобную опцию здесь в чангане юники вообще это в базе отдельный дисплей под это даже вы смотрите здесь нету как такого автопилота здесь есть вот такая вот кнопочка которая активирует вот здесь вот руль такой но мы сейчас не заведены мы сейчас стоим вообще у ребят в детейлинге есть ничего не сработает в общем она не даст вам выруливать с полосы она будет потихонечку заходить в поворот и то есть это оля такой автопилот на минималках то есть но все равно ты даже убираешь руки с руля он там не говорит там будьте внимательны положите руки на рулю то есть он управляет сам машиной но все-таки не стоит на него полагаться это не технологии теслы или там того же лекси анга здесь все-таки ты должен сам еще рулить три режима езды эко норм и спорт там 236 лошадей вам все-таки не дадут почувствовать никакого там разгона гибридной установки нету гибридная установка у нас идет другой версии полторашка turbo на 170 лошадей 80 киловатт мощность гибридной установки но там есть печи технология то есть ты заряжаешься от зарядок и ты можешь проезжать просто на электротяге там энное количество километров там еще как бы реальных тестов нету но там завод заявляет там до 100 километров в день можно проезжать не знаю надо тестить поэтому кстати у нас один такой заказа мы ждем его с завода да и он у нас пойдет по моему напрямую на москву надеемся то что москве снимем на него обзорчик и клиент не будет против так но смотрите бардачащик да он обычный пластику я вот здесь вот храню пультики от шлагбаумов и вот здесь он не выделан бархатом сожалению так ну что в общем за все экраны за управление печкой ставлю жирнющий лайк мне очень нравится стиль крутой отзывчивость очень крутая можно перевести на русский клиент будет сам этим заниматься потому что юники и продаются официально соответственно сюда заливаем русскую прошивку у нас здесь все абсолютно будет на хорошем переведенном с китайского вообще все кнопочки будут называться как положено то есть не просто эту всю прошивку прогоняя через переводчик как она там перевелась заливать сюда не то есть там все будет классно у нас здесь есть шторка чего нету некоторых автомобилей и у них есть панорамная крыша но у них нет шторки и если у тебя нету затемнения крыши тогда ты в беде вот здесь большой люк сетка чтобы ветром особо не задувало и всяких мух камешки так видите у нас вот здесь вот салон потому что тачка новая и мы будем отдавать ее в таком виде клиенту так смотрите бардачок у нас прорезиненный там резина здесь больше ничего нету но что-то особо не люфтит ну как бы все сборка окей ничего вот но этим и в китае еще занимались обратите внимание на крышу то что у вас пассажиры наслаждаются видами небо облаков то есть у вас никакого не обрезанный а вот это в китае вот мы были в китае и я восторгался тем то что они делают панораму во всю крышу практически во всех моделях то есть даже у тебя там базовая какая-то модель тига 7 но все-таки я называю это базовую модель потому что есть восьмерка есть девятка из печи версии и семерка я ее назову базой такой да даже в пятерке у тебя везде панорамная крыша и в тига 3 у тебя маленький вот такой люк а в японцах люк это вообще это вот еще за люк там придется там еще побороться на аукционе еще там как бы накидывать там добрую сотню а то и две за то что у тебя там будет какой-нибудь прада с люком здесь же вообще люки практически любой модели так давайте сзади посмотрим сзади очень много места я вот сидел спереди и и у меня там для ног у меня метро 85 очень много места смотрите сразу вижу то что не видно было спереди сиденья под спортивный стиль вот такие вот у нас как бы капши с такими прорезями это тоже все взято у ребят которые делают спортивные красивые тачки очень много места знаете чем заплатил владелец любого чинга на юни кей вот за вот этот комфорт заднего пассажира багажником он всего лишь 350 литров его можно назвать пеналом давайте глянем все на кнопку всегда все на кнопках идет то есть чтобы ты руками понимал багажник но это надо еще поискать такую машину ну то есть багажник небольшой то есть из эта машина по габаритам она там идентична там лексус rx у то есть она больше nx а и багажник у лексуса он больше да и вот что важнее тут уже нужно наверное смотреть в что чаще вы делаете вы перевозите груз какой-то вам требуется много места багажнике либо вы чаще переводите задних пассажиров если задних пассажиров вы часто возите вас полная машина однозначно тогда нужно выбирать там что-нибудь юники если вам требуется багажное отделение побольше тогда нужно выбирать вообще другие машины так ну что ну тут вот ну как бы все геометрия багажника там ровные стенки ровный пол крючков я не вижу полки нету полку надо купать уже у наших ребят официалов но в принципе все и вот этот пластик все затрется надо его чем-нибудь мягким заклеить либо большой коврик ребята ну то за что вы переживаете это мотор коробка вот в общем техническая часть китайцев давайте поговорим потому что она в юнике о здесь не швабра грязновато но потому что машина шла там через весь китай через таможенный союз через россию и оказалась в владивостоке двухлитровая четверка на двести тридцать шесть лошадей восьми ступой автомат полный привод подключаемый в принципе все итак смотрите здесь мотор который был сделан для этого автомобиля там он нигде до этого не стоял чугунный блок алюминиевая головка но это корейцам надо вот поучиться вот из чего делать моторы для своих автомобилей потом следующее что хочу сказать здесь стоит автомат айси который стоит на тойотах на бмв на опелях на пижон на бмв на лексусах на машинах но которые ездят по дорогам вашего города и которые проезжают по 300 тысяч автоматы именно без проблем то есть если меняешь жижу ну как бы не рвешь машину там прям где-то в грязи в какой-то внедорожной обстановке ну в общем нормально просто ездишь все 300 тысяч пробежит все то есть в остальном у этой тачки ну то есть мелочевку мы вообще даже не обсуждаем какие-то там элементы ходовочки резиночки саленблоки и прочее все то есть здесь агрегаты вот такие итак ребята едем чинган юникей я тут немножечко прячу чтобы меня никто не увидел что я на китайцы еду план шучу тачка так давайте первое именно про ощущение от ходовой части короче слышно вот эти вот как-то непривычно после японцев после там европейцев вот эти чуть-чуть вот что происходит под колесами прям там вот здесь вот он в какую-то вот ямочку такую небольшую провалился это необычно рулится как обычно обычный кроссовер ничего такого тормоза обычные как-то муравчика там как у nx ну в общем такое что-то между тойотой то есть не о каких-то бмв в м пакете то есть вот с такими тормозными дисками здесь не идет речи но для городской езды достаточно москве ездил на хавалдарга там стоит двухлитровый мотор turbo все принципе то же самое что и здесь какой он тупой просто ты ешь по трассе так тебе надо обогнать либо ты стартуешь со светофора там идет лак ты нажимаешь и он только потом начинает ехать здесь такого не ощущается потому что здесь у нас автомат 8 ступый айсин который стоит ваших любимых toyota lexus бмв peugeot и в других брендах которые е давненько уже на рынке поэтому переживать за основные агрегаты не стоит блок чугунный как мы и говорили так в общем кучу мониторчиков там здесь у меня давление в колесах здесь у меня скорость что у нас там играет по музыке сейчас у нас ничего не играет там у нас идет на какой мощности работает мотор в данный момент там как мы нажимаем газ там эко режим вот это вот все вот здесь вот но и самый главный самый главный монитор это все таки вообще что происходит с машиной то есть но этого у нас тут все по-китайски так как машина продается куда здесь нельзя прямо ехать на китайцы учу этих таксистов на приузах у тебя машина полностью подходит под русификацию потому что юникеи продаются в россии соответственно вот это все можно будет русифицировать и не просто русификация где там ну в общем ошибки перевода и прочее есть то есть у вас будет классный перевод так как прошивка вытащена уже вот прям вот ну все на правильном российском языке все кнопки все рычажки все сделано классно нажатия все хорошие пластик не дешево машина на втором месте по популярности после просто легенды это манджара и не зря автомобиль я конечно в потоке сейчас еще не видел чтобы все засматривались потому что все таки для владивостока так девушка на правда пишет смс лучше посмотрела бы заценила бы вообще ченган и своего продоса бы возможно бы уже поменяла бы на что-то современное не а ну конечно вот ее продос ну продос легендарная тачка вот я сейчас вернулся с алтая лучше прада наверное но просто машины нету для алтая то есть когда ты ешь по асфальту тебе надо съехать куда-то проехать на озеро лучше прадика ничего нету даже те же самые халюксы не такие комфортные но ездить по городу когда тебе хочется музычки хорошей чтобы она у тебя играла там много динамиков у тебя открыт люк большой потому что в тойоте он вот такой да что там говорить там бмв там вот сейчас x5 x6 люк тоже вот такой небольшой здесь просто на пол крыши открывается все вот такая вот сеточка тоже как у тех же самых бмв все присутствует панорамная крыша прям которая заходит за голову пассажира еще и есть шторка а у многих китайцев даже там у того же zikra у них нету шторки и у тебя либо ты покупаешь газовую опта но то что у тебя крыша затемняется называется газовая крыша шторки нету потому что ей некуда прятаться а здесь есть так как у нас там есть запас куда эта шторка прячется в крыше в общем ощущение от машины при езде мониторы кайф ночью вообще будет очень классно вот здесь подсветки немножко подсвечиваются динамики здесь куча мониторов там тоже все подсветки настраиваются по интенсивности все вот эти кнопочки подсвечиваются снизу атмосфера офигенная красивый современный кроссовер новый с дерзким видом первые экземпляры когда юникей начал продаваться в россии у официалов у чингана первые экземпляры люди бронировали за пять миллионов рублей и только потом цена опустилась и они начали продаваться официально за три три миллиона рублей автомобиль по ходовым качествам то есть у вас turbo двушка у вас подвеска там не о какой там супер комфортно не идет речи не пневмо баллоны обычный макферсон здесь собраны все опции которые есть в топовых тойотах в топовых лексусах именно в кроссоверах то есть мы там не берем какие-то там lx 600 и мы не берем 300 крузеры мониторы камеры адаптивные круизы парктроники системы мультимедиа carplay и прочее даже даже многие машины там брендов которые мы давно любим и которые давно на рынке здесь эта тачка превосходит но по мониторам однозначно потому что я вот смотрю вот в этот монитор и мне прямо вот здесь вот очень нравится я вернусь сегодня в свою машину и подумаю блин нифига как устарела тачка хотя на там двадцатого года производства здесь все по-китайски но она выигрывает я вижу отрисовкой скоростью работы еще пара моменте вопрос салон здесь очень мало маркова пластика он наверное здесь сделан вот на торпеде и такая полоска это единственный глянцевый пластик который вообще по-хорошему бы заклеить пленка потому что после моек там через год через два через три эксплуатации здесь все будет в царапинах в мелких поэтому я бы сразу будет заклеил пленкой это бы стоило там там 2000 рублей в остальном же пластик там элементы кожи все такое какое-то матовое что-то под дерево под какие-то элементы сделано и не будет царапаться но и визуально будет сохранять очень долго свои качества хочется сказать еще про руль руль я даже не знаю откуда они взяли идею то есть это вроде бы классический руль но что-то с элементами там где-то взято от теслы там но в общем тоже какой-то гибрид по-любому подсмотрены у кого-то потому что здесь машина она в кавычках вообще полностью вся подсмотрена руль можно настраивать это к чему я говорю то есть мне нравится когда руль максимально утоплен в торпеду и максимально низко то есть и у меня обзор ничего не перекрывает ни руку не надо вот сюда вот ставить вот так вот на той же самой bmw x6 там вот минимум самый минимум докуда можно опустить руль но это примерно ну ну где-то по сравнению с этой тачкой но где-то вот здесь то есть даже выше там рука вот здесь вот у тебя то есть она мне перекрывает обзор она мне перекрывает приборку и все и она ниже не идет я думаю да ладно это в bmw да как так здесь у тебя внизу все то есть у меня все вот эти мониторы у меня все доступно мне лобовуху ничего не перекрывает офигенно то есть и ты едешь и вот его такая форма тут это но просто какой-то джойстик как будто очень удобно хотя выглядит необычно ну вот я прям вот сейчас еду кайфую тоже там все кнопки они просто физически никакого сенсора хотя там у китайца 50 на 50 идет там что-то на сенсоре что-то там на там я даже не знаю там там не сенсор даже а он какие-то там камеры в руле стоят которые на тебя смотрят следят за твоим положением и там регулируют какой-то функционал что такое это включается функция выключается функция здесь просто физически кнопки полностью рычажки вот такие опачки как мы его вот короче вот здесь вот много вот таких вот пунктиков там управление круизом музыкой там камеры включить следующий трек громче да там всякий 3d вот так вот ты можешь покрутить что происходит вот в этом конечно вот китайцы очень крутые и за это наверное покупают эти машины да где-то она у тебя может быть где-то она может быть у тебя проигрывает в каких-то там я даже не знаю но там не самая комфортная подвеска в классе да может быть там ну небольшой тормозной диск там тормозит не как там bmw mercedes да согласен то есть тормозит как рафчик но ни в каком рафчики у тебя нету вот этого всего вот этих вот всех опций качественных камер не то что вот такими вот пикселями до сих пор на тойоте идет и то же самое есть там в bmw mercedes но у тебя цена не 3 600 а 12 600 10 600 9 600 за новый машинбасс 3 года а здесь ты платишь там 30 процентов этой стоимости и ты получаешь вот эти опции за это китайцев и покупают итак ребята завершаем наш маленький обзорчик этого автомобиля он к нам ехал с таможенного союза он долго ехал и у меня хорошие новости для тех людей кто хочет купить данные автомобили на территории дальнего востока мы можем их отправлять либо морем либо по земле они приезжают владивосток это все намного быстрее у нас такой же сейчас пути нам обещали срок 20 дней ну чуть будет побольше потому что машина впор долго поставлялась из дальнего салона находящегося там на внутренней территории китая намного быстрее чем через таможенный союз потому что машина растамаживается в таможенном союзе и потом она еще по россии едет на дальний восток это все долго и машины которые заходят через таможенный союз их удобно отправлять на западную часть то есть там москва ну крайного сибирс на дальний восток их надо отправлять через дальний восток через наш порт владивосток либо через уссурийск завозим вот в общем по логистике есть варианты в зависимости там где вы живете в каком город нужно доставить эту машину мы для вас подберем логистический путь и так что по ценам на эти машины в среднем вот топовый я говорю цены за новые 23 год топовая комплектация то есть вот все то же самое будет 20 колеса там черная кожа все мониторы все вот это будет панорамная крыша они там стоят там 26-28 тысяч долларов это стоимость доставкой до россии то есть и плюс растаможка и прочее то есть на там осень 23 года эти машины стартуют где-то 3550 вот самое начало за новый автомобиль на полном приводе в топовой комплектации если вы хотите 21 колеса там 14 динамиков sony и прочее это будет уже передний привод это там стоимость будет там где-то плюс 100 тысяч рублей дороже то есть потому что там колеса это все стоит деньжат и сами диски там другие красивые в общем чуть-чуть там подороже будет гибридная версия стоит таких же денег там 36 все машина это уже конечная стоимость машины в россии либо в москве либо на сибирске либо владивостоке ребят в общем напишите внизу комментарии вообще что скажете про юники видели ли в своем городе купил сосед купил сосед продал матерился либо говорю вот такая тачка хочу 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 там что-нибудь гибридный допустим юникей либо хочу поменять на манжаро в общем напишите напишите ваши комментарии вообще ваше отношение к дизайну что на мониторах опыт эксплуатации вообще было бы классно если бы у нас были среди подписчиков реальные владельцы этих машин вообще что скажете по сравнению там с rx-ом с nx-ами с какими-то там возможно европейцами примерно таких же калибров будет очень интересно потому что я думаю за там три с полной тире 4 миллиона рублей я бы взял бы нового китайца вот с этими всеми опциями там вот этот но почти автопилот там музыка sony панорамная крыша вот эти все датчики у тебя самая свежая софтина стоит ну то есть программное обеспечение у тебя все красиво все в подсветках у тебя там фары до 4 миллионов рублей из машины которые продаются на матричных фарах ну в общем у тебя просто в полный фарш и там у европейцев это стоит там 10 миллионов у них стоит там типа три с половиной тире 4 миллиона но я бы взял бы китайцы но я серьезно говорю не потому что мы их продаем мы европейцев продаем но я бы реально объективно бы я бы взял бы на а китайцы потестил бы посмотрел бы пощупал бы своими руками и сделаю а чё я дальше буду покупать эти тачки либо все-таки вернусь на европейцев и буду за те же само опции доплачивать в два в три раза больше ребят в общем интересно будет почитать ваши мысли по поводу вообще китайской автопрома юники частности вообще как относитесь к вот этим нашел на фаршированным китайцам и там имеет место быть все-таки купить три раза дешевле китайца либо стоит заплатить там под 10 миллионов и те же самые опции но купить шилдиком бмв мрс удс audi volkswagen ребят жду вас внизу комментариях поставьте лайк подпишитесь на канал и еще будут видосы японцы корейцы китайцы с эмиратов машины с сша в общем у нас на канале все что сейчас заводится в россию все самое интересное у нас пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля компания сферокар.